Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня я устраиваю путешествие в недалекое будущее и представлю вам список ожидаемых игр, которые по слухам выйдут в 2024 году. Давайте вместе погрузимся в этот захватывающий мир геймерской индустрии и узнаем, на что стоит обратить свое внимание в следующем году. Готовы? Тогда заберите под видео в описании, потому как там есть ссылочки на магазины, в которых игры всегда дешевле, чем в стиме. В том числе и из этого топа. Ну что же, давайте переходить к топу ожидаемых игр. Синджалюти. Научно-фантастический шутер, действие которого происходит в 2222 году. Приняты меры для целостной разработки искусственного интеллекта. Остатки человечества доживают свой век. Люди практически полностью уничтожены ядовитыми дождями неизвестного происхождения. Умные машины-мунтанты начинают выслеживать выживших хомо сапиенс, чтобы полностью уничтожить цивилизацию. Но герои не собирают сдаваться. Они передвигаются по миру, сидя внутри огромных роботизированных машин, полностью под их контролем. На их стороне появится искусственный спутник под названием Магус. Боевые роботы оснащены современными видами вооружения. Для общения с Магусом предлагаются уникальные средства связи. Поскольку жизнь на поверхности Земли стала невозможной, выжившие перебрались на глубину. Они строят подземный город Амьяса. Это последнее пристанище исчезающего человечества. Кристаллы, за которыми охотятся скитальцы, помогут поддержать его жизнедеятельность. Энергетические кристаллы появились сразу после дождя. Он длил несколько недель и зарядил их особой силой. В Ночь на Новолуне они вырабатывают электричество, которое так необходимо для поддержания микросреды подземной Амасьи. Риддлдейл. Приключенческая игра в жанре фэнтези. Игроков ждут новые приключения в открытом мире, в центре которых интересный сюжет и персонажи. Вам предстоит разгадывать головоломки, устраивать веселые встречи и сражаться с ужасными существами на огромном острове полным тайн. Этот мир наполнен фантастическими существами и волшебниками. Гуилберн возвращается в свой родной город после долгих лет путешествия за границей. Ральф становится его новым компаньоном. Вместе они отправляются на поиски разгадки тайнов кристаллов. Исследуя местность, Гуилберн вскоре обнаруживает, что место, где он вырос, изменилось с годами и что теперь под островом скрывается опасная тайна. Прежде чем отправиться в следующую экспедицию, вам нужно приготовить еду, оружие и выучить несколько новых заклинаний. Все это поможет в дальнейшем путешествии и сражениях с различными монстрами. Сбор ресурсов имеет важное значение. Это позволяет персонажу варить волшебные зелья, готовить вкусные блюда, а также создавать инструменты и оружие. Некоторые из предметов помогут вам выполнить скрытые миссии или открывать новые неизвестные локации. Мир и герой развиваются по мере прохождения уровней. Марко Бьон Брейв. Аркадный экшен с элементами файтинга. Сюжет основан на славянских легендах и сказках. Многие были привлечены к воротам, рассказами о богатстве и чудиксах. Но все герои, посмевшие приблизиться к его владениям, исчезают. Марко один из них. Он должен доказать свою ценность и победить зло, которое угрожает поглотить мир. Он отправляется в таинственные земли за горо, чтобы сразиться с многочисленными врагами. Он может бегать, прыгать и использовать разные виды оружия. Для исследования доступна огромная территория с сотнями локаций. На них разбросаны ценные предметы и сокровища. Помимо боевых действий, игроки должны решать головоломки. В процессе прохождения будут открываться новые навыки и возможности. Персонажи станут либо друзьями, либо врагами. Все взяты из славянных сказок и олицетворяют добро и зло. Некоторые милые существа помогут собрать воедино элементы древней тайны. Это основная миссия главного героя. Игра выполнена в традиционном формате 2D анимации. Все локации нарисованы вручную. Сюжет основан на народной сказке, что разнообразит игровой процесс. Witch and Fallen Fetters. Это ролевая игра, действие которой происходит в древнем Китае во времена правления династии Мин. Главный герой Уичан – гость из будущего, который отправился в прошлое в свою страну, чтобы узнать правду. Сюжет основан на китайских мифах и легендах. Они соответствуют гигантским монстрам, с которыми предстоит столкнуться героиня. Их длинные когти и острые зубы способны разорвать на части любого, кто посмеет встать у них на пути. В арсенале ее имеется острый меч, а ее навыки помогут ей сражаться с помощью уловок, мощных ударов и приемов из восточных единоборств. Таинственные темные силы превращают Китай в темную территорию. Еще немного и все локации погрузятся в сверхъестественный ужас. Местное население поражено страшной болезнью. Серия эпидемии происходит сразу после появления неизвестного монстра, пожирающего людей. Именно с этим женственным существом, обросшим птичьими перьями и огромным клювом, героиня должна сразиться в самом конце рассказа. Перед этим она будет сражаться с его миньонами, а также защищаться от зараженного населения. Она отправится в грандиозное путешествие, где будут не просто сражения с сумасшедшими разбойниками, а уродливыми великанами и огромными демоническими существами. Героиня должна выиграть битву, чтобы продолжить конец противостоянию двух цивилизаций. Пусть это ведет к краху династии Мин, но на смену ушедшей эпохи всегда приходит что-то новое. Как только Уча найдет истину, эпоха разрушения сменится периодом процветания, а в Китае вернется светлый период развития. The Spirit of the Samurai – это игра в жанре хак ан слэш, в которой герой может уничтожать сразу множество врагов. Действие вплетено в древние мифы, востока, обряды и традиции. Герой должен исследовать огромный мир с уникальным визуальным воплощением, впечатляющее, тщательно проработанное искусство и дизайн-сочетание с потрясающей анимацией, которая заботится о каждой детали, дает игрокам возможность погрузиться в великолепное самурайское приключение, не похожее ни на что, что мы видели раньше. Герой столкнется со злом в приключении, где время работает против него. Путешествие возглавит Куцине. Он будет сражаться бок о бок со своими боевыми партнерами и другом Чесаем. Это кот-воин, который прикроет хозяина при любых обстоятельствах. Им предстоит сразиться с армией Тенгу, полчищами нежити, мостами Джорогумо, пройти подземелья, пещеры и в нагрузку еще кладбище Гошадоркуру. Поддержку героям выполнит третий действующий персонаж, Spirit of the Kodama Triss. Вы можете переключаться между всеми, брать на себя управление, использовать способности, которыми они оснащены, для выполнения очередного задания. Комбастенг. Это ролевая игра в стиле дизель-панк. Норун, город нефтяных вышек, был разрушен теоретически деятельностью таинственного скроча. Он серьезно относится к разрушению основ гражданского общества. Власти прекрасно понимают, что через некоторое время волна преступности захлестнет большие города США. Полицейский новичок Калика вместе со своим товарищем из полиции Нью-Йорка должен сделать все, что в их силах, чтобы противостоять натиску преступности. В результате игрок погружается в криминальный мир, вдохновленный классическими играми, фильмами и мультфильмами конца 80-х и 90-х годов. Двигатели внутреннего сгорания, ЛЛТ и роботы Rustbucker являются основными компонентами игры. Необходимо заняться полицейским расследованием и раскрыть планы главаря преступной группировки. Между миссиями рекомендуется исследовать норму, гулять по улицам, посещать магазины и развлекательные заведения. Для защиты и нападения можно использовать специальную ситцевую дубинку со встроенным аркадом, сублимационным спреем, электрошокер и многое-многое другое. Уличные гонки по туску освещенным дорогам придают погоне особую динамику. Инстинкшн. Приключенческая игра с элементами шутера. Игрок должен исследовать древний мир, когда землю населяли динозавры, саблезубые тигры и другие доисторические животные. Путешествие основано на интересном сюжете. Это практически полнометражный фильм, где игрок будет выступать в роли главного героя и за всем происходящим будет наблюдать от первого лица. Мир вокруг прекрасен и коварен. Вы должны решать экологические головоломки, выполнять задания и искать древние артефакты, оставленные неизвестной цивилизацией. Его представители давно исчезли, но возможно это только так кажется. Навигация по карте подскажет, куда идти дальше и какую территорию исследовать. Главной героиней сюжета является авантюристка Эйприл Саммерс. Внутри полно страха и личных демонов, но она должна их преодолеть, чтобы путешествовать по неизвестным мирам. Ей предстоит столкнуться с самыми разнообразными хищниками, доисторическими и вымершими животными, преодолеть смертельные препятствия и избежать множества ловушек. Эта интерактивная среда была продумана до меньшайших деталей. Огромная территория заполнена древними руинами, пещерами магических знаний, лесами, лугами и подводными глубинами. Есть где разгуляться и за что бороться. Некоторые существа даже будут выступать в роли союзников игрока, но лучше всего полагаться на собственные силы и заручиться поддержкой других пользователей в сети. Вы можете собрать собственный кооператив до трех участников и отправиться в древний мир с верными товарищами. Дополнительные современные механики, такие как полностью настроимое оружие, послужат отличным способом не стать обедом для голодного хищника. Song of Iron 2 Продолжение приключения Война Викинга Его люди захвачены ложными богами и используются как воины-рабы. Он должен объединить кланы, убедить их в правде или заставить следовать за собой. Бог Один призвал его на справедливую войну. Теперь впереди его ждут бега и сражения с врагами. Противники могут вступать в рукопашную схватку или использовать меч, боевые топоры, секиры и так далее. Врагов желательно держать на расстоянии, иначе задавят своей численностью. Вы можете использовать силу богов вместе с технологической мощью Империума. Весь мир открыт для исследования. Вы можете свободно перемещаться между локациями и добраться до четырех оставшихся фракций в войнах. Вы должны бороться, чтобы проблиться к каждому клану и чтобы связать их со своей собственной ратью. По мере прохождения уровней герой будет становиться сильнее и приобретать способности. Он может вернуться в пройденные места в поисках скрытых тайн и новых сил. В его арсенале есть не только холодное оружие, также добавлено потрясающее и огнестрельное оружие. Это и есть главный секрет боевой системы. Места представлены в виде лесов, болот и гор. Сюжет нелинейный и зависит от выбранного пути. Tekken 8. Захватывающий 3D-файтинг. Земля переживает трудные времена. Торнадо уничтожает последнюю инфраструктуру и превращает ее в обломки некогда великой цивилизации. Но даже в руинах Кадзуя Мисима и Джин Казама продолжают выяснять отношения. Битва между добром и злом еще никогда не была такой красочной и захватывающей. У обоих появились новые способности, а их сражение на фоне умирающего мира порадует даже самых искушенных игроков. Кроме того, у Джина есть ген Дьявола, который роднит его с семьей Мисима. Казуя победил собственного отца в предыдущей серии. Он взял под свой контроль военную мощь Джи Корпорацию. Теперь он готов вступить в решающую битву за власть во всем мире. Его сын Джин Казама решает остановить отца. Его обучал боевым искусством его дед Хейхачи Мисима. Он участвует в турнирах King of Iron First. У него тоже есть дьявольский ген, что и у Казуи. Они равны по силе и технике. В отличие от своего отца, Казама является главным героем сериала и остается им и в этой части. Продуманы все мелочи, вплоть до капель дождя на лице. Одежда персонажей пачкается именно там, где они упали. Графика является наиболее важным визуальным аспектом. Физика настолько улучшена, что эту часть нельзя сравнить с предыдущими. Игроки будут участвовать в боях с кинематографическим эффектом. Максимальный реализм – главный аспект успеха. Здесь все настоящее от удара до удара. Silent Hill 2 ремейк. Хоррор в таинственном сеттинге. Три года назад от болезни умерла жена Джеймса Сандерленда. Неожиданно герой получает от нее письмо с приглашением встретиться в городке под названием Silent Hill. Однажды герой пообещал отвезти туда свою любимую жену. Теперь она ждет его в назначенном месте. Обескураженный этой новостью мужчина отправляется в таинственный город, чтобы узнать, что скрывается за посланием давно умершей женщины. Одного взгляда на улицы достаточно, чтобы понять, что это место давно заброшено. А дома хранят множество тайн. История во второй части полностью повторяется. Для разнообразия разработчики вели несколько новых сюжетных поворотов и головоломок. История рассказывается через диалоги. Одну из историй создатели посвятили антагонисту по прозвищу Пирамидоголовый. История его происхождения почему-то связана с судьбой главного героя. Узнать секрет можно только, выполнив несколько задач с логическими задачками. Другие монстры не менее интересны и загадочны. Ведь здесь вам предстоит сражаться с силами потустороннего мира, призраками и прочей нежитью. Теперь, прежде чем вступать в бой, Джеймсону предстоит испытать море эмоций. Они будут отображаться в его мимике, поведении и системе захвата движения. Временные заставки помогут нагнетать атмосферу. Что радует, так это обновленная физика, больше реализма в движениях героя и визуальное воплощение окружающего мира. Монстры выглядят страшнее. Герой отчеловечен до крайности. Окружение на 100% реалистично. И вот мы добрались до конца моего видео. Надеюсь, что вам было интересно узнать о самых ожидаемых играх, которые возможно появятся в следующем году. Конечно, все эти планы могут измениться и некоторые проекты могут задержаться или не выйти вовсе. Но надеемся, что чудо произойдет и эти игры произойдут все наши ожидания. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите новые обновления. До следующей встречи в новых видео.